Беседа 29, Матфея 9, 1, 323 Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Собственным городом Иисус Евангелист называет здесь Капернаум, город, в котором Христос родился Вифлеем. В котором воспитан Назарет, а в котором имел постоянное пребывание Капернаум. Расслабленный, о котором здесь говорится, не тождествен с упоминаемым у Иоанна. Тот лежал при купеле, а этот в Капернауме. Тот страдал 38 лет, а об этом ничего подобного не сказано. О том никто не заботился. А у этого были люди, заботившиеся о нем, которые принесли его ко Христу. А этому Спаситель сказал, чадо, отпущаются тебе грехи твои. А тому, хочешь ли быть здоров, того исцелил в субботу, а этого не в субботу. Иначе иудеи не опустили бы случая обвинять его. При исцелении этого они ничего не говорили. А за исцеление первого они переставали гнать его. На эти различия я указал не напрасно, но для того, чтобы кто-либо, приняв обоих, а расслабленный за одно лицо, не подумал, что евангелисты разногласят между собой. Но обратил внимание на смирение и кротость Господа. Он и прежде отдалял от себя народ, и когда жители страны Гадаринской не хотели принять его к себе, он не воспротивился им, но удалился от них, хотя и недалеко. И взошел опять на корабль, переправился на другую сторону, тогда как мог сделать это и без помощи корабля. Он не всегда хотел творить чудеса, чтобы не нарушить порядка своего домостроительства. Матфей говорит только, что расслабленного принесли. А другие евангелисты прибавляют, что принесшие раскрыли и кровлю, и спустив больного, поставили его перед Христом, не говоря ничего, а все оставляя на волю Спасителя. Прежде Господь сам обходил страны и не требовал такой веры от приходящих к Нему. А теперь к Нему и пришли и обнаружили перед Ним веру Свою. Евангелист именно и говорит, увидел Иисус веру их, то есть тех, которые спустили расслабленного. Спаситель не всегда требовал веры от самого страждущих. Например, когда они страдали сумасшествием или лишились ума по причине какой-нибудь другой болезни. Но здесь и больной обнаружил свою веру. Иначе, не имея веры, он не позволил бы спустить себя. Итак, поскольку и расслабленные, принесшие его, показали великую веру, то и Господь явил Свою силу, отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть. Он во всем показывал свое одинаковое достоинство с Богом Отцом. Прежде он показывал это в своем учении. Когда учил народ, как имеющий власть. Над прокаженным, когда сказал ему, хочу, очистись. Над сотником, когда за слова, скажи только слово, и исцелеет отрок мой. Удивился ему и превознес его перед всеми. Над морем, когда укоротил его одним словом. Над демонами, когда они исповедали его судьею. И когда он с великой властью изгнал их. А теперь опять иным, высшим образом, принуждает врагов своих признать свое равночестие с Богом Отцом. И возвещает это их устами. Спаситель был чужд любочестия. Несмотря на то, что перед ним предстояло великое множество народа. Который заграждал даже вход к нему. Почему и расслабленного спустили сверху. Он не тотчас приступает к исцелению тела, явившегося перед ним больного. Но от самых врагов ожидает к тому повода. И сперва врачует невидимой, то есть душу. Отпустив грехи, что самое доставило расслабленному исцеление. А исцелившему не принесло большой пользы. Славы. Книжники. Снедаемые злобою. И думы обвинить его в богохульстве против своей воли. Способствовали, однако, прославлению совершившегося чуда. Спаситель по своей прозорливости воспользовался их хулою. Для показания знамения. Когда они возмущались и говорили. Он богохульствует. Кто может оставлять грехи, кроме одного Бога? Что тогда Господь сказал им в ответ. А проверкли их мнение? Если бы он не был равен отцу, то ему надлежало бы сказать, для чего вы составляете обо мне неправильное мнение. Я не имею такого могущества. Но он не сказал ничего подобного, а подтвердил и доказал совершенно противное, как словами своими, так и сотворенным чудом. Но так как собственный отзыв его о себе мог казаться неприятным для слушателей, то он через других показывает, кто он. И что удивительно, не только через друзей, но и через врагов, в чем открывается его высочайшая мудрость. Через друзей Господь показал это, когда сказал прокаженному. Хочу очистить и сотнику. И в Израиле я не нашел такой веры. А через врагов, при настоящем случае. Так как книжники говорили, что никто не может оставлять грехов, кроме одного только Бога, то Спаситель, желая это, показать, и говорит им, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Не только здесь, но и в другом случае, когда иудеи говорили, мы желаем не за доброе дело побить тебя камнями, но забогохуйся, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Спаситель не опроверг такого их мнения о нем, но опять подтвердил его, сказав, если я не творю дела отца моего, то не верьте мне, а если творю, то если не верите мне, то верьте делам моим. 325. Впрочем, при исцелении расслабленного Иисус Христос представляет и другое, немаловажное доказательство своей божественности и равночестия с Богом Отцом. Книжники говорили, что власть отпускать грехи принадлежит одному Богу, а Он не только отпускает грехи, но еще прежде обнаруживает в себе другое свойство, приличное единому Богу. Именно, открывает тайны сердечные. Книжники не обнаружили перед всеми своих мыслей. Вот, говорит Евангелист, некоторые из книжников говорили сами в себе, Он богохульствует. Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Что ведение тайн, сердечник, принадлежит единому Богу, об этом послушай, что говорит Соломон. «Ты знаешь, один сердцеведец», 2 Паралипоминон 6.30, «Равно, как и Давыд, испытай сердца и утробы Божие». Солом 7.10. «Иеремия, сердце человеческое, глубоко, и кто из людей познает его?» Иеремия 17.9. «И сам Бог говорит, человек смотрит на лицо, Бог же на сердце». 1 Царство 16.7. Из других мест Писания можно видеть, что одному Богу свойственно знать тайны сердца. «И так желая показать, что Он есть Бог, равный Богу Отцу, то, о чем книжники помышляли в себе, а они, опасаясь народ, не смели обнаружить своих мыслей перед всеми. Он открыл и обнаружил, являя здесь великую кротос. Для чего, говорит Он, мыслите худое в сердцах ваших? Если кто мог негодовать, то разве один больной, как обманувшийся в своей надежде? Он мог сказать, я пришел для того, чтобы ты исцелил меня от расслабления, а ты врачуешь другое. Чем я могу вериться в том, что мне отпускаются грехи? Но Он ничего подобного не говорит, но предает себя во власть исцеляющего. Между тем, книжники по своей гордости и зависти порицают самые благодеяния Его, оказанные другим. Потому-то Спаситель и обличает их, впрочем, скротостью. Если вы не верите первому доказательству моей божественности и почитаете слова Мои тщеславием, то вот я присовокуплю к нему и другое, открываю ваши тайны. Вслед за тем Он представляет еще и новое доказательство. Какое же это? Он укрепил тело расслабленного. Когда Он говорил расслабленному, то неясно обнаружил власть свою, так как не сказал, я отпускаю тебе грехи, но отпускаются грехи твои. А когда нужно было уверить в этом врагов, яснее показывает власть свою и говорит, чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле отпускать грехи. Видишь ли, как Он желал, чтобы Его почитали равным Богу Отцу. Он не сказал, что Сын человеческий имеет нужду в помощи другого, или что Он получил власть от другого, но говорит, власть имеет. И говорит это не по чистолюбию, но для того, чтобы убедить врагов в том, что Он не богохульствует, делая себя равным Богу Отцу. Господь везде желает представлять ясные и неопровержимые доказательства. Так, например, очистившемуся от проказа говорит, иди и покажись священникам. Теща Петровой дарует силы служить Ему, и свиньям попускает не звинуться в море. Так точно и здесь, в доказательство отпущения грехов расслабленному, укрепляет его тело, а в доказательство укрепления тела заставляет его нести одр, чтобы сотворенного им чуда не пошли за обман и не прежде исцеляет расслабленного, так предложив книжникам вопрос. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Возьми одр твой и иди в дом твой. Эти слова имеют такой смысл. Что вам кажется легче? Тело ли исцелить от расслабления, или душу освободить от грехов? Очевидно, что исцелить тело. Насколько душа превосходнее тела, настолько отпущение грехов, дело большее, чем исцеление тела. Но так как исцеление души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно, то я присоединяю к первому и последнее, которое хотя ниже, но очевиднее, чтобы посредством его уверить в высшем, невидимом. Таким образом, Спаситель еще прежде самыми делами показал на себе то, что после сказал о нем Иоанн. Вот, берущий на себя грехи мира. 326. Итак, восставив расслабленного, Господь посылает его в дом. Здесь он опять показывает свое смирение и снова подтверждает, что сотворенное им чудо не есть мечта. Тех, которые были свидетелями болезни расслабленного, делают свидетелями и его здравия. Как бы так, говорил он, я желал бы через твою болезнь исцелить и тех, которые почитают себя здоровыми, а на самом деле больны душою. Но поскольку они не хотят того, то иди в дом твой и исправляй тех, которые там находятся. Видишь ли, как Господь показывает, что Он есть творец души и тела. Он исцеляет больного от расслабления и духовного, и телесного, и невидимое открывает посредством видимого. И однако свидетели все еще присмыкаются долу. Но, чтобы вы, говорит евангелист, знали, что имеет власть на земле, говорит, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Плоть препятствовала им вознестись в горе. Между тем, Спаситель не укоряет их, но продолжает делами своими возбуждать их от усыпления и возносить ум их на высоту. И то уже немаловажно было, что они поставляли его выше всех людей и почитали пришедшим от Бога. Говорили, что прославил Бога, давшего такую власть человекам, и великий Пророк восстал среди нас. Если бы эта мысль, как следует, утвердилась в их уме, то мало-помалу, наконец, они узнали бы и то, что Христос есть Сын Божий. Но они не познали этого ясно, почему не могли прийти к Нему. Впоследствии они опять говорили, не от Бога этот человек. И может ли бы этот человек от Бога? И часто обращались к этой мысли, чтобы найти в ней защиту для своих страстей. Так многие поступают и ныне. Выдавая себя за строгих ревнителей славы Божией, они удовлетворяют собственным страстям, тогда как надлежало бы во всем поступать скротостью. В самом деле Бог всяческих, который мог бы поразить молнии хулящих Его, повелевает восходить солнцу, не спосылает дождь и все блага подает с щедростью. Подражая Ему, и мы должны просить, увещевать и внушать скротостью, без гнева и ярости. Богохульство не унижает величие Божие, и потому не должно побуждать тебя к ярости. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе. Итак, тебе должно воздыхать и плакать, потому что эта болезнь достойна слез. И человек, зараженного ею, не иначе можно исцелить, как кротостью. Кротость сильнее всякого насилия. Посмотри, с какой кротостью сам Бог, как в Ветхом, так и в Новом Завете, взывает к оскорбившим Его. Там Он говорит, люди мои, что я сделаю еще вам, М. 6.3, и здесь Савву, Савву, что ты гонишь меня? Равно и Павел повелевает наставлять противников с кротостью. И сам Христос, когда приступали к Нему ученики, прося у Него позволения не звести огонь с неба, сделал им сильный упрек, говоря, не знаете, какого вы духа. Подобным образом и в настоящем случае Он не сказал книжникам, о нечестивцы и обманщики, о ненавистники и враги человеческого спасения, но сказал только, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших, и так скротостью должно избавлять от болезни. Кто из-за страха человеческого сделался лучшим, тот вскоре опять возвратится к прежнему несчастью. Потому Господь не велел исторгать и плевел, чтобы дать время для покаяния. Многие таким образом покаялись к добру, тогда как прежде были нечестивы, как то Павел, Мытарь и Разбойник, будучи прежде плевелами, они потом соделались зрелой пшеницею. Хотя в семенах такой перемены быть не может, но в воле человеческой она легко и удобно произойти может, поскольку она не связана узами необходимости, но одарена свободою. Итак, когда ты увидишь врага истины, исцели его, позаботься о нем, возврати к добродетели, подавай наилучший пример своей жизнью, наставляй неукоризненным словом, покровительствуй и имей попечение, употребляй все средства к исправлению, подражая наилучшим врачам. Ведь и врачи не всегда одним только способом врачуют болезни. Но когда видишь, что рана не исцеляется одним лекарством, прилагают другое, а если нужно третье, иногда рассекают, а иногда обвязывают, так и ты, сделавшись врачом души, пользуйся всяким способом врачевания, по заповедям Христовым, чтобы получить тебе награду и за свое спасение, и за то, что ты доставлял пользу другим. Все делай во славу Божию. Таким образом и сам прославишься. Прославляющий меня, говорит Господь, прославляющего прославлю, и уничижающие меня уничижены будут. 1 Царь 2.30 Итак, будем все делать во славу Божию, чтобы соделаться наследниками блаженной той участи, которой, да сподобимся всем и благодати, и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аминь.